завтрак у меня чай и обезжиренный творог заправленный обезжиренным кефирчиком с небольшим количеством сахара заменителя на обед к омлету я делаю себе такой хлебушек тут одна столовая ложка овсяных отрубей одно яичко точнее только белок от яичка щепотка разрыхлителя щепотка соли и каплика обезжиренного молочка самое главное что хочу вам показать это обязательно прикупите вот такую нити пригарную сковородку и тогда прямо вот будет счастье вам на дюкане а еще вот такую лопаточку для того чтоб максимально удобно это дело здесь жарить здесь не надо масло буквально две капельки капнули в прямом смысле слова жарится отлично все вот я себе пожарила омлет из двух желтков и пяти белков несколько крабовых палочек зеленый лук обезжиренное молоко огромный огромный омлет еще у меня получился и тоже я его пожарила без масла так вот к нему моя булочка этого обеда но более чем достаточно поверьте если вы съедите вот такую огроменную тарелку но точно не останетесь голодным ребята вы знаете что котлеты рыбные тоже бывают неграми вот я не знала у меня такие получились немножечко пережарились на моей анти пригарные сковородки но это не страшно потому что я все равно их съем именно таким замечательным ужином знаменуется окончание моего первого дня марафона рыбные котлеты столовая ложечка салата столовая ложечка капусты прошло удачно я только вернулась тренировки заряженная на позитив бодрая энергичная в общем все мега мега круто встретимся завтра утро второго дня я очень мало поспала за эту ночь так получилось и возможно поэтому ответ всего лишь 200 грамм ну минус это в любом случае хорошо и чувствуется легкость в теле довольно такая поэтому если бы я отоспала все свои 9 часов я думаю что результат был бы гораздо лучше ну а на завтрак у меня вчерашние погорельцы которые негритосы они же рыбные котлеты и маленькая щепоточка капусты ну и конечно же заварной кофеек с небольшим количеством обезжиренного молочка на второй завтрак у меня вот такой замечательный десерт здесь обезжиренный кефир слоями с отрубями овсяными немножко корицы и семена льна и немножечко сахарозаменителю всем привет у меня сегодня второй день моего марафона хочу вам рассказать немножко про вчерашний день я вчера помимо того что села на марафон и на диету и это уже очень очень важно я вчера вечером пришла на тренировку на свою постоянную куда я уже хожу два года но так как я уезжала в москву у меня получился целый месяц перерыва и ребята что я вам могу сказать я вот там вчера чуть не умерла да но мы же спортсмены мы качки поэтому на самом деле очень крутое ощущение было легкости такого полета прямо ну вот все мои недомогания там все все что происходило со мной в течение дня как-то я себя не очень чувствовал все сняло как рукой и очень очень важно на самом деле включать спорт и прям вот практически сразу я рекомендую вам включать спорт вместе с диетой потому что тогда результат будет еще лучше у вас будет подтягиваться тело вы будете чувствовать активнее здоровее вам будет элементарно легче подниматься по лестнице на какой-то там свой 5 20 этаж поэтому ребята не обязательно ходить качалку в тренажерный фитнес аэробика плавание танцы каждый выбирает для себя ну что по душе вам нравится что нибудь да если совсем правильно нету денег то хотя бы занимаемся дома много-много ходим гуляем то есть мы ведем активный образ жизни для того чтобы мы были не просто худые а здоровые красивые и активные мы были очень красивые да поэтому мы вам желаем приятного дня хорошего удачи успехов во всех ваших начинаниях до встречи пока пока шла через отбэшку и купила для своей диеты молоко одно процентное его тоже часто беру спросите зачем так много это секрет я буду готовить панна коту по дюкану очень классный десерт он подходит в том числе и для атаки когда ну прям очень хочется сладкого а сладкого нельзя поэтому ребята внимательно следим за выпусками там будет мега-мега крутой рецепт а еще нашла вот мясо мидий тут только мидий ничего кроме мидий а это значит что она нам подходит даже в самые жестокие белковые дни я тоже из этого какую-то вкусняшечку приготовлю и все вам покажу расскажу на обед у меня вот такая прекрасная яичница зеленый лучок 3 крабовые палочки два желточка 4 белочка чувствую себя отлично замечательно готова продолжать дальше ребята как успехи у вас пишите мне в комментариях обед второго дня у меня торт да вот такой я серьезный похудалец а что вы мне можете сказать нельзя а я вам могу сказать что очень даже можно потому что торт у меня мега крутой мега вкусный а главное супер супер диетически и этот рецепт обязательно будет у меня на канале и я конечно же не имею права утаивать от вас такую информацию я обязательно поделюсь и расскажу потому что такой торт можно есть даже если вы на сушке на белковой диете на атаки по дюкану едим смело и никогда в жизни не поправимся от такой вкусноты я пошла кушать свой тортик до встречи за ужином на первый ужин у меня вот такой замечательный белковый суп рецептик я вам кинул обязательно будет на моем канале тут яички лучок белый лучок зеленый лаврусечка курочка ну в общем огонь и не суп бомбически и на второй ужин я буду есть доедать будут свой тортик с чай очкам или с кофе очкам и целом считаю свой день удачным адски болит тело после тренировки просто адски и это есть хорошо это значит что организм включился в работу и начал работать это просто супер это отлично легкость в теле все идет по плану все окей поэтому ребята настоятельно рекомендую диета плюс спорт ставим пальчики вверх если у тебя получается хотя бы что-то из этого и ставим вообще куча лайков с комментариями если ты делаешь и то и другое значит и красавчик ты молодец ну увидимся с вами завтра на третий день атаки доброе утро я вас приветствую мои дорогие марафонцы что может быть прекрасней доброго утра только если это утро начинается с тортика и кофе как у меня я вам всем желаю удачного прекрасного дня и буду пить свой огромный огромный кофе без сахара и тортик ну может есть ни с кем разделю это на первый завтрак и на второй завтрак дорогие друзья третий финальный день продолжается моего марафона третий день атаки обед или второй завтрак или ранний обед как его можно называть в общем прошел он у меня на улице я с собой взяла недоеденный завтрака тортик и четыре крабовых палочки вот это в полевых условиях я жевала а сейчас пришла и и у меня тоже какой-то получается второй обед но очень поздний весь режим из-за этого сбился но сейчас я буду доедать свой вчерашний супчик вот решила перекусить чем-то сладеньким мало мало мне было тортика понимаете рецепт совершенно волшебный делюсь ловите главное все очень сладко и очень просто сахарозаменитель по вкусу обезжиренное молоко обезжиренное какао варим это все вот так чтобы не за чтобы но загустело смотрите густой густой шоколад вот такой как продают в кафе в ресторанчиках это не просто какао набодяженный от какого-то голимого пакетика это густой шоколад который абсолютно диетически и по вкусу ну вот прям шоколад шоколадный шоколад пробуйте балуйте себя я буду наслаждаться своим шоколадиком всем привет с вами катя и сегодня наш рецепт в рамках марафона будет очень очень быстрым и очень вкусным потому что нам не всегда есть когда выготавливаться есть люди которые еще и работают да да поверьте такие есть и именно для таких которым некогда готовить наш рецепт буквально за минуту нам понадобятся вареные яйца а точнее только такие половиночки белков без желтков и я нашла вот такую замечательную штуку паштет икорный тресковый и самое замечательное в нем то что в составе там только икра рыбья и совершенно немножко масла то есть если я в этот день использую вот этот паштет то свою чайную ложку растительного масла я просто в этот день не употребляю итак все что нам нужно это открыть этот паштет и начинить им наши яйца сейчас фокусируем камеру вот такая вот штука итак очень очень быстро мы начинили наши яйца и теперь вот так вот тоже быстро не особо напрягаясь аккуратненько посыпаем наши яйца зеленью все ребята две минуты больше я с вами болтала чем это дело две минуты отварить яйца еще несколько секунд их начините две секунды посыпать зеленью все вот и все ребята поэтому когда мне говорят мне некогда я работаю фигня это все ребята есть время ответить на сообщение в вайбере есть время позвонить поболтать с подружкой значит у тебя найдется две минуты чтобы приготовить вот такое максимально простое блюдо вопрос в том хочешь ты или не хочешь готов что-то сделать ради себя и своей фигуры или не готов салат можно употреблять яички то есть сорян сорян яички на атаки на чередование на стабилизации на сушке на белковой диете на низкоуглеводной диете это просто волшебство самое главное дорогие мои смотрим состав чтобы не было ничего кроме рыбы кроме икры никаких крахмалов загустителей ну если масло там чуть-чуть вот как в моем случае тогда ладно рыба немножко масла мы в этот день тогда просто масло не едим все я вам желаю быстрого легкого похудения пока 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 и очень быстренько не забываем ставить лайк ну вот дорогие друзья утра четвертого дня подошла к концу моя атака мои чисто белковые дни и честно говоря вот в этот раз я выдержала их очень-очень легко ну что говорить вы видели сами у меня были тортики у меня были какао горячие шоколады я питалась в рамках диеты но при этом настолько разнообразно что мне было очень-очень комфортно правда вот мне за это и нравится диета дюкана за то что на ней при желании может быть очень комфортно и очень разнообразно а это самое главное правило чтобы вы могли сохранить свою диету на длительном промежутке времени потому что если вам будет некомфортно вы долго на ней не усидите вы будете держаться 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 на силе воли но на силе воли далеко не уедешь нужно осознанность осознанный подход и диета должны быть комфортны чтобы это было образом жизни а не просто диеты ну так это были небольшие отступления от темы три дня я сидела на атаке и за эти три дня у меня ушел килограмм это немного но и вес у меня небольшой у меня стартовый вес 60 килограмм вот за вчера я сбросила 100 грамм за позавчера 600-700 и остальное в первый день ушло вот в общей сложности получился килограмм и это совпало с женским циклом поэтому могло быть и больше но в такие дни всегда бывает прибавка вот и поэтому я считаю что из этого у меня получился всего лишь минус килограмм но будем смотреть дальше движемся дальше не отчаиваемся я считаю что первый этап мой завершен отлично обязательно присоединяйтесь кто еще не присоединился и пишите про ваш начальный вес про ваши результаты и про то как вам удается худеть м 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 Продолжение следует...